Ну что, всем привет! Как мы вам и обещали, начинаем нашу рубрику обзор всех недорожников. И начинаем мы ее вот с этого легендарного автомобиля Toyota Land Cruiser 80. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу с вами поговорить об органах управления данного автомобиля, поскольку этот автомобиль 96-го года выпуска. А органы управления, я думаю, что получше, чем у некоторых наших. Вот хочу еще рассказать про одну очень полезную, интересную вещь в этом автомобиле, это про люк. Вот вы посмотрите сверху, вы видите классная, ну просто незаменимая, на мой взгляд, вещь. Многие автовладельцы даже не знают, зачем он им нужен, да, некоторые открывают там на какое-то проветривание и так далее. Но посмотрите, как кайфово проехать на автомобиле летом с открытым люком. Просто он работает у вас как вытяжка, он вытягивает отсюда воздух, делает такую небольшую прохладу. И, ну я не знаю, просто очень кайфово ездить. Такое ощущение, как будто бы у вас такой полукабриолет, ну а не кабриолет, конечно, но очень удобно и кайфово кататься с открытым люком. И в этом автомобиле он есть. И это еще доказывает один факт о том, что это очень классный, шикарный автомобиль для экспедиции. Также вот хочу еще отметить две вот такие интересные вещи, которые стоят на этом автомобиле. Это, посмотрите, это электронная, электронная, не вакуумная блокировка заднего моста. И посмотрите, туда вот уже и такая же включает передняя. Две жесткие блокировки дифференциалов заднего моста и переднего. Вот вы посмотрите, этот включатель, который вы видите, он у нас блокирует включение одновременно. И вот, слышите, моторчик у нас зажужжал, подал сигнал импульс, который включает у нас жесткую блокировку заднего дифференциала. Вот у нас задний диффлок стоит включенный. Межосевой на раздатке включенный. И у нас есть еще блокировка переднего моста. Зад и вот перед. Все. И сейчас вот у нас, видите, мигает наш индикатор на панели, который показывает, он просто не зашел в зацепление. Но, прикиньте, две блокировки для Тойоты, для этого автомобиля, ну, блин, это просто бомба. Этих блокировок хватает, ну, с головой. Я не знаю, для любых случаев жизни, которые вам понадобятся на этом автомобиле. Поэтому, ну, реально достойный, шикарный автомобиль, который, ну, я не знаю, можно эксплуатировать на каждый день, если вам нужно, выезжать на любой оффроуд. И он еще вам, как говорится, даст фору любому другому внедорожнику. Хочу вам показать также, как выглядит салон со стороны пассажира. И еще один вот момент, на который я хотел бы обратить внимание, про который я не сказал вам, когда находился за рулем, это кондиционер. Как вы видите, в 96-м году в этом автомобиле стоял уже стандартный заводской кондиционер, который по сегодняшний день работает. Мы проверяли, мы также его заправили, дозаправили, точнее, фреоном. Все работает. Он, конечно, не холодит, так как наши современные автомобили сразу и вам здесь, ну, ледяной воздух идет. Но вполне достаточно и комфортно для езды там по городу на каждый день. Ну, и самое главное, это когда вы едете где-то в горах, и у вас какая-то, не знаю, пыльный участок дороги, там, тоже пыль и песок. И вы закрыли себе окна и спокойно включили кондиционер и двигаетесь дальше. Поэтому вот такой вот, видите, чистенький, аккуратненький, хороший салон. Да, ну и вот такая вот у нас передняя панель выглядит. Так что вот такой вот достойный, очень интересный аппарат. Уникален именно этот автомобиль. В этом автомобиле стоит, я бы так сказал, один из редчайших моторов. Это 1 HD FT. Это 4.2 турбодизель с механическим ТНВД насосом. Это достаточно редкий мотор для нашего украинского рынка. Они распространены в основном где-то в России есть и в Японии. У нас в основном попадаются это стандартные 4.2 HD. Это обычные 4.2 моторы, не турбированные. В этом автомобиле, ну, был заменен мотор, нашли, грубо говоря, редчайший такой автомобиль и поменяли мотор. Установили сюда 1 HD FT. Что можно сказать по мотору? Я бы сказал, это вечный мотор. Это тот мотор, который будет служить вам, ну, я не знаю, может быть, вам хватит и на всю жизнь при правильной его эксплуатации. Эти моторы, их еще называют миллионники, если вы знаете. Поэтому тягость здесь колоссальная, как у паровоза. Экономичность, ну, достаточно шикарная, поскольку мы на этом автомобиле, к примеру, по трассе едем в Одессу. У нас расход при скорости 120-130 км в час получается где-то, ну, 12-14 литров. Если вы будете ехать, ну, с крейсерской скоростью 100-110, расход получается до 10 литров. Поэтому и шикарный расход у него получается, и хватает тяги, и, я бы даже сказал, скоростной автомобиль. Поскольку вы при скорости 120 км в час не испытываете какого-то дискомфорта. Автомобиль спокойный, легко у вас управляется. Его там не кидает куда-то, там нормальная балансировка колес. Вообще идеально. Поэтому я бы так даже сказал, что это один из идеальных автомобилей для экспедиции. Это автомобиль, который вы можете использовать при повседневной вашей езде. И если вам нужно выехать куда-то далеко в горы, вы спокойненько сядете и на нем проедете. Ну, конечно, не по жесткому какому-то бездорожью, но его хватит с головой. Но на некотором бездорожье, я думаю, что он даст фору еще любому другому внедорожнику. Поэтому, ну, на мой взгляд, это просто шикарный автомобиль. Там для экспедиции и для каких-то дальних путешествий. Немного пробегусь по тем деталям и по тем узлам, которые были здесь немножко доработаны и улучшены. Ну, в первую очередь, это что захотелось хозяину этого автомобиля, это его перекрасили в защитное покрытие Raptor. Вы видите, полностью автомобиль покрашенный. Покрашены даже все детали. Зеркала, расширители, даже бампер покрашенный в защитное покрытие. Также, ну, здесь стоит лебедка. Обычная китайская лебедка, которой, ну, вполне достаточно для этого автомобиля, чтобы она могла его вытащить там с какой-то там передряги, в которую он попадет и застрянет. Это 12-тысячная лебедка, управляется с пульта и с обычным проводом, шнурком. Этого для этого автомобиля вполне сейчас достаточно. Также стоит добавочная люстра, которую, если вам понадобится, можете использовать. И вот, что самое немаловажное и очень интересное и полезное, это установлены две линзы на ближний и дальний свет. Я вам скажу, свет просто шикарный. Еще раз хочу рассказать вам про сам мотор. Вот, вы видите, здесь стоит мотор 1HD-FT. Это непеределанный там 1HD-FTE, как многие перестраивают автомобили. Покупают, грубо говоря, мотор со 105-ки с электронным ТНВД-насосом и потом немножко мучаются с его настройками. Приходится выкидывать электронную педаль, ставить механический ТНВД-насос, который, вот вы видите, здесь стоит с трубокорректором. А это родной 24-клапановый мотор с механическим ТНВД-насосом. Вот, вы видите. Поскольку мы пару таких автомобилей тоже построили, и нам приходилось покупать моторы со 105-ок с электронным ТНВД-насосом, выкидывать оттуда эти ТНВД-насосы, покупать такие и перенастраивать немножко и топливную систему, форсунки нужно было регулировать под этот насос. Здесь уже все идет с завода. Поэтому реально классный, крутой мотор. Я реально вам скажу, я на нем катаюсь, ну, я кайфую от этого мотора, потому что тяга просто там запредельная, тем более он еще и у нас на автомате. Ну что, немного подытожу про сам этот автомобиль. Как вы поняли, комплектация этого автомобиля, это, я бы так сказал, самая удачная и самая идеальная. Здесь стоят разгруженные мосты. Я сделаю отдельный обзор еще, в котором мы сравним мосты от Патрола U61 и от Тойоты ТЛС-80. И расскажем, какие же мосты надежнее и какие лучше. Это мы сделаем отдельный такой обзор, в котором я вам подробно расскажу, чем отличаются те мосты от других. Ну, а сейчас в этом автомобиле вы поняли, что это самые редкие и самые надежные мосты с двумя электрическими блокировками. Так, и что бы я еще сказал, что этот автомобиль, ну, я уже говорил, что это он самый надежный, самый интересный автомобиль для экспедиции и для езды на каждый день, поскольку он у нас идет и на автомате. Вы комфортно можете передвигаться и кататься на каждый день. И если вам понадобится куда-то выехать, вы можете его спокойно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что бы вы, может, еще хотели услышать или какие автомобили вы хотели бы увидеть в нашем обзоре. И мы вам с радостью про них расскажем и покажем.